Молодой и процветающий Солигорск и так ежегодно проводит массу культурных мероприятий, концерты, выставки, мастер-классы и праздники. Но в год культуры их количество выросло в разы. В Солигорском районе в сфере культуры 62 учреждения, в которых 269 формирований различной направленности. 25 коллективов Солигорщины имеют звание народный и образцовый. На территории нашего района находится 166 памятников истории, архитектуры и археологии, 9 из которых внесены в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. В 2009 году в список внесен калядный обряд «Шадрец. Деревни Рог» как уникальное проявление локальной культурной традиции. К услугам населения сегодня городской дворец культуры, дом культуры-строитель, центр культуры и досуга, сеть библиотек, кинотеатр «Зорка Венера», краеведческий музей. В год культуры каждое из этих учреждений провело ряд мероприятий, которые запомнятся надолго не только местным жителям, но и гостям города. В Центре творчества детей и молодежи сегодня работают более сотни педагогов, обучая солигорских детей и подростков творчеству. Среди педагогов, уже ставшие знаменитыми, прославленный мастер Николай Протасиня, возглавляющий заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, студии декоративно-прикладного искусства «Скарбонка», а также известный белорусский мастер по соломке Раиса Романеня, руководитель студии «Белорусский сувенир», которой на днях по итогам 2016 года была присуждена специальная премия президента Республики Беларусь. Благодаря этим и другим педагогам тысячи детей смогли реализовать свои замыслы в творчестве, полюбить декоративно-прикладное искусство, развить свой творческий потенциал. В год культуры Центр творчества подарил солигорчанам возможность увидеть экспозицию рукодельных работ, легенды белорусской сцены Стефании Станюты и другие не менее интересные выставки и мероприятия. Дворец культуры Солигорска просто кладезь творчества. Здесь масса коллективов и исполнителей, слава которых гремит по всей стране и далеко за ее пределами. Народный ансамбль танцев «Сузорье», в котором сегодня занимается более 400 человек от 3 до 75 лет под руководством Вадима Матанцева. Образцовый ансамбль танцев «Искорка» под руководством Натальи Кондратени известен своими победами на международных конкурсах. Например, в год культуры «Искорка» покорила новые горизонты. Сразу две международные награды взял коллектив весной – диплом лауреата второй степени конкурса «Кубок Европы» и гран-при конкурса «Славянская культура в Париже». А еще Дворец культуры Солигорска – место проведения самых масштабных районных мероприятий. Здесь солигорские дети встречают Новый год, проводят свои выступления звезды эстрады, проходят спектакли и проводятся официальные мероприятия. Дворец культуры – оплот всех тех, кто связан с творчеством. Например, именно здесь рождаются произведения поэтов клуба «Лабиринт». И в год культуры поэты солигорщины издали сборник, который называется «На мудрость слово полагаюсь». А также реализовали совместный творческий проект автобусного парка номер один и Дворца культуры при содействии районного совета депутатов под названием «Поэтический автобус». Первым маршрутом стал Солигорск-Сторобин. Проехал поэтический автобус и в Красную Слободу, и в Гоцк. Исполнители Дворца культуры с городом на всех праздниках. День независимости, День города и День шахтера, День победы. Площадки под открытым небом, танцевальные вечера и другие мероприятия без участия наших артистов немыслимы. Детская школа искусств славится достойным уровнем проведения международных конкурсов, таких как «Джаз Тайм», который в прошлом году прошел в Солигорске в шестой раз. На протяжении нескольких дней наш город погружается в атмосферу джаза. В Солигорск съезжаются солисты-вокалисты, инструменталисты и ансамбли из Белоруссии, России и ближнего зарубежья. Не менее зрелищными выходят и другие мероприятия. Солигорска-Москва-Транзит, танцующая весна. В прошлом году на базе школы искусств прошел и первый открытый фестиваль форум театрального искусства «Театрон». Солигорскому зрителю были представлены спектакли с участием актеров из Белоруссии и России. В рамках мероприятия прошли и мастер-классы, а также вечера знакомств. Детская школа искусств привлекает зрителя и интересными театральными постановками, концертами и встречами с известными деятелями культуры. Детская музыкальная школа искусств в 2016-м отметила 55-летний юбилей. За более чем полувековую историю учреждение дало музыкальное образование тысячам учащихся. Воспитало выдающихся выпускников и преподавателей. Многочисленные концерты, педагогическая деятельность и, наконец, мастер-классы. Всем этим славится музыкальная школа. Дом культуры «Строитель» собирает под своими сводами творческую молодежь, помогая им реализовать себя в современных и бальных танцах, исполнительском мастерстве. Здесь проходят мероприятия, организованные для молодежи и с участием самой молодежи. Вот, например, мероприятие творческого проекта «Кватро». С каждым годом становится разнообразие, расширяется и география, и целевая аудитория. Еще несколько лет назад это были вечерние дискотеки на базе клуба. Сегодня это регулярное мероприятие на открытой площадке. Успехи руководителей проекта не раз отмечались грамотами и дипломами. Одним из значимых событий в жизни руководителей и участников проекта стало участие в 2016 году в Славянском базаре. Библиотечная система организует для школьников и учащейся молодежи встречи с солигорскими поэтами и писателями, знакомя молодое поколение с творчеством талантливых земляков. Дети с интересом ходят на встречи с писателем Федором Гуриновичем и другими. А еще в Год культуры в библиотеке презентовали уникальный проект «Культурный код Солигорска» по исследованию городской среды и поиску особенностей шахтерской столицы. Архитектурные и природные достопримечательности, необычные места Солигорска организаторы объединили в несколько экскурсионных маршрутов, которые могут пройти жители и гости города. Одним из главных событий Года культуры стало 125-летие со дня рождения величайшего классика белорусской литературы Максима Богдановича. К культурному марафону, который прошел по всей стране, присоединился и Солигорск. Среди всех музеев Солигорщины, а их сегодня 28, абсолютное большинство занимают музеи отдела образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома, так называемые школьные. Они создаются руками учеников и учителей при помощи родителей и общественности. А самый главный музей Солигорского края – Краеведческий – место, где можно не только познакомиться с историей нашей малой родины, но и оказаться на выставках. Музей проводит выставки художественного творчества, птиц и насекомых, холодного оружия и монет. К мероприятиям Года культуры активно присоединялись и учреждения образования. И не просто присоединялись, а становились победителями. Так, Годская школа заняла первое место в конкурсе местных инициатив, организованном Европейским Союзом ПРООН за культурно-этнографический проект «Полезский край. Крыница прохожости и натхнение». Сохранению национальных традиций в нашей стране уделялось и уделяется большое внимание. И кому, как не будущим педагогам, принимать в этом процессе самое активное участие? Например, как это сделали студенты и преподаватели Солигорского государственного колледжа, проведя в стенах своего учреждения одно из старейших белорусских празднеств – вечерки. Клубные объединения района – постоянные участники праздников агрогородков. Без них не обходится ни один праздник, а местные жители на ура принимают своих земляков. В Годы культуры серьезные юбилеи встретили с размахом Чижевичи, Жабин и Старобин. Солигорск принимал в Год культуры и областной молодежный праздник «Беларусь молодая». Программа мероприятия, длившегося на протяжении почти семи часов, порадовала не только свою главную аудиторию молодежь, но и старшее поколение. Найти и поддержать самых одаренных детей в возрасте от 5 до 15 лет. Телеканал ОНТ, специальный фонд президента и Академия музыки запустили специальный проект под названием «Таллент краины». Заявок поступило около 2000 из разных уголков страны. Софья Курлович, юная солигорчанка, в младшей возрастной группе стала абсолютным победителем этого проекта. Это событие достойно завершило Год культуры для Солигорска.